3 декабря Россия отмечает День неизвестного солдата. Этот праздник учредили в 2014 году и он приурочен к важной исторической дате. В этот день, в 1966 году, у стен Московского Кремля перезахоронили прах неизвестного советского воина, который погиб в Великую Отечественную войну. Могила неизвестного солдата – общенациональный мемориал воинской славы. Центральная городская библиотека в своей видеопрезентации рассказывает об истории этого мемориала и вечного огня на Красной площади. Мемориал могилы неизвестного солдата посвящен воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также городам-героям и городам воинской славы. Мемориал значится под номером один в едином реестре объектов культурного наследия. Он находится в Александровском саду под стенами Кремля. В памятные праздничные дни тут проходят церемонии возложения венков в могиле неизвестного солдата и вечного огня. В них принимают участие государственные деятели, главы и делегации иностранных государств, ветераны и воспитанники образовательных учреждений Министерства обороны. К нему возлагают цветы новобрачные. История негаснущего огня берет начало в Древнем Риме. Ежегодно 1 марта на Гладном Римском форуме великий жрец зажигал священный огонь, который должны были круглосуточно поддерживать в течение года жрицы Висталки. Позволить священному огню погаснуть было серьезным нарушением долга. Это означало, что богиня сняла свою защиту с города. Широкое распространение мемориалы неизвестным солдатам получили после Первой мировой войны. В новейшей истории вечный огонь впервые был зажжен в Париже у Триумфальной арки 11 ноября 1923 года на могиле неизвестного солдата, в которой были погребены останки французского солдата, погибшего в боях Первой мировой войны. В 1926 году была основная ассоциация огня под Триумфальной аркой, ставшая первой из ветеранских ассоциаций, поддерживающих традицию вечного огня у могилы неизвестного солдата. В Варшаве в 1925 году была установлена могила-памятник на площади маршала Юзова Пилсудского. Назначение в Варшавской могилы неизвестного солдата заключается в отдании долга всем, кто отдал жизнь за Польшу. Памятник претерпел значительные повреждения в ходе войны и в 1946 году его реставрировали и вновь открыли. В Советском Союзе первым предложил создать всесоюзный мемориал могилы неизвестного солдата Алексей Косыгин, член Политбюро КПСС, после того, как побывал в командировке в Польше, где такой мемориал есть. Косыгин сообщил о мемориале Брежневу и позвонил секретарю Московского горкома КПСС Николаю Егорычеву. Николай Егорычев сам прошел путь от рядового ополченца до командира взвода. Под Москвой был тяжело ранен, а после госпиталя участвовал в Битве, форсировал Днепр, освобождал Киев. Идея очень понравилась и другому фронтовику – генеральному секретарю Леониду Брежневу. Брежнев по полной программе хлебнул в военной жизни и военного быта и много раз рисковал собой. Офицер – человек, который реально очень ценил победу, а главное, он был частью этой победы. С воинскими почестями 3 декабря 1966 года, в год 25-летия разгрома фашистских войск под Москвой, неизвестный защитник был погребен в Александровском саду у Кремлевской стены. В этот день он стал воплощением сына всех матерей. 8 мая 1967 года на месте захоронения открыли мемориальный ансамбль могилы неизвестного солдата и зажгли вечный огонь. Пламя на бронетранспортере было доставлено делегатами, избранными по стране, в Москву из Ленинграда от огня на Марсовом поле с мемориала вечного огня в память о погибших революционерах. На всем протяжении кортеж встречали тысячи людей. Делегаты с вечным огнем проехали по территории Ленинградской, Новгородской, Тверской областей и к 8 мая прибыли в Москву. В 9.50 утра на Манежной площади с улицы Горького появился кортеж с факелом. В Москве факел нес герой Советского Союза Алексей Моресев, легендарный летчик. Его подвиг был известен всему миру. Сбитый и тяжело раненый Моресев 18 суток через болото и зимний лес полз к своим. Врачи ампутировали ему ноги, но он вернулся в небо и воевал уже на протезах. На них, печатая строевой шаг, он и принял святыню. Передал факел Брежневу. Так зажегся вечный огонь на Красной площади. Традиция зажигать негаснущий огонь памяти первыми людьми государства осталась. Мемориальный ансамбль «Могила неизвестного солдата» создан по проекту архитекторов Дмитрия Бурдина, Владимира Климова, Юрия Рабаева и скульптора Николая Томского. В центре мемориала расположена ниша с надписью «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Идею надписи предложил поэт Сергей Михалков. В середине ниши размещена бронзовая пятиконечная звезда. В ее центре горит вечный огонь славы. Постоянно горящий огонь, как вечная память о погибших в Великой Отечественной войне. Позади вечного огня размещена надгробная плита с бронзовой скульптурной композицией, изображающей солдатскую каску и лавровую ветвь, лежащие на советском боевом знамени, которое словно покрывает могилу. Инженеры добились, чтобы огонь не газ при любой погоде, рассчитали его высоту, объем и даже форму. Неотъемлемая часть мемориала – аллея городов-героев. В левой части мемориала расположена стена из малинового кварцита с надписью «1941», павшим за родину 1945. В правой аллея с темно-красными порфировыми тумбами, внутри которых замурованы капсулы с землей из городов-героев. На каждую тумбу нанесено название города-героя, а также чеканное изображение медали «Золотая звезда». Всего установлено 12 тумб в честь 11 городов-героев и Брестской крепости, крепости-героев. Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск, Смоленск. С учреждением почетного звания «Город воинской славы» в 2006 году возникла идея реконструировать монумент. Реконструкция мемориала продолжалась с декабря 2009 года по май 2010. Его торжественное открытие произошло 8 мая 2010 года. В амсамбле появился новый элемент – памятный знак в честь городов воинской славы. Изначально на стеле в честь городов воинской славы было нанесено название 40 городов, позже были добавлены еще 5, а всего на ней предусмотрено место для 48 городов воинской славы. Для реконструкции мемориала с декабря 2009 года до февраля 2010 года Вечный Огонь с воинскими почестями был перенесен факелом с баллоном, заправленным жидким газом, в Парк Победы на Поклонной горе. Там он находился в течение двух месяцев, пока шла реконструкция комплекса могилы неизвестного солдата, затем возвращен обратно. Держать факел нужно было под углом, чтобы жидкий газ не вытекал. 23 февраля 2010 года Дмитрий Медведев, бывший тогда президентом Российской Федерации, встал на одно колено и зажег пламя. Смотрелось достойно, как знак уважения и преклонения. Вечный Огонь является не только мемориалом, но и техническим объектом. Он нуждается в поддержании рабочего механизма. Один из создателей Вечного Огня, доктор технических наук, заслуженный изобретатель Российской Федерации Кирилл Ридер, рассказывал, перед проектировщиками стояли следующей задачи. Разработать устройство, которое поддерживало бы Вечный Огонь. И нужно было это сделать в течение трех месяцев. Пламя должно было быть устойчивым, выдерживать дождь, снег и ветер. Сделали в итоге такую конструкцию, в которой топливо поступает через три форсунки. Даже если из строя выйдет сразу две, пламя все равно будет гореть. Это подтвердили испытания. Пламя поливали душем, закидывали лопатами снега, били сжатым воздухом. Оно не погасло. Пламя должно было быть ярким, большим и красивым. И в целом монументальным. Причем его должно было быть видно и в светлое время суток, при солнечной погоде. Изобретатели придумали, чтобы на форсунки поступал обогащенный воздухом газ в такой пропорции, что он сгорает ярким, насыщенным желтым цветом. Чтобы сохранить цветность и чтобы из очки пламени высоко поднимались, создатели воспользовались аэродинамическим эффектом. Внутри горелки газовые трубки стояли как бы по спирали и получалось винтовое горение. Починка вечного огня. Саму горелку вечного огня чистят от сажей копоти, заменяют трубки. Сначала от пламени зажигают факел. От факела временную горелку возле кабинки постового и еще обыкновенный фонарик на основе свечи. Это делается на всякие непредвиденные случаи и чтобы отдать дань традиции. Затем снимают звезду. Она сама по себе не тяжелая, сделана из металла, а не из гранита. Пятер рабочих берут за пять концов звезды и аккуратно ее приподнимают. Она не прикручена, не прибита, а просто лежит. Но для ее лучей есть специальное углубление. На месте пропавшей звезды просто дыра. Внутри нее и находится легендарная горелка. Ее надо привести в порядок. Описать ее довольно сложно. Если упростить до максимума, это такая металлическая колба, уходящая вниз. Хранители дают команду отключить электрическое напряжение. Это нужно для того, чтобы ток не поступал на платиновую спираль электроподжига. Спираль протирают, откручивают запальники. При необходимости пускают газ по каждому запальнику по очереди, потом по всем трем. После проверки запальников завершается внутренняя починка. Рабочие аккуратно возвращают звезду на прежнее место. Поджигается факел от временной горелки. Его переносят на могилу неизвестного солдата. Профилактика занимает всего минут 30, но она относится к работам повышенной сложности. Пост почетного караула номер один у могилы неизвестного солдата установлен 12 декабря 1997 года, в день с Конституцией России. Караульную службу на посту номер один несут военнослужащие президентского полка. Ранее пост располагался в обзоре Ленина, но был упразднен на прежнем месте в 1993 году. С этих пор у мемориала могилы неизвестного солдата стал проводиться ритуал смены почетного караула. Две кабинки постовых находятся слева и справа от огня. Известен случай, когда высокое начальство приказало переместить постовых ближе к огню, так и сделали. Но через какое-то время караульные потеряли сознание от продуктов горения. Последствий не было, люди не пострадали, но посты вернули на прежнее место. Почетный караул стоит на посту в Александровском саду у Вечного огня ежедневно с 8 утра до 8 вечера. В исключительных случаях по решению ФСО России почетный караул может выставляться и в другое время. Вечный огонь горит. Полыхают языки пламени во многих городах и селах в память о миллионах погибших в Великой Отечественной войне и переживших ее.